Я прочитаю для вас семинар, некую выдержку из общего курса «Как открыть свое дело, с чего начать и как построить безопасный и успешный бизнес». А именно тема будет называться «Особое положение индивидуального предпринимателя». Меня зовут Защипина Юлия Владимировна. Сейчас вы видите обо мне большую информацию. И, собственно, мы сегодня с вами, опять же, в рамках курса учебного центра «Специалисты» разберем один из важнейших вопросов предпринимательства. У нас вообще индивидуальный предприниматель – это один из вариантов ведения бизнеса и на сегодняшний момент один из наиболее распространенных. На курсе мы говорим в основном об ИП и об ООО, как, опять же, о двух самых флагманских моделях ведения бизнеса. Но вот сегодня будем говорить конкретно об индивидуальном предпринимателе, то есть чем он выгодно отличается от общества с ограниченной ответственностью, то есть в чем его преимущества в плане ведения бизнеса, ну и какие существуют подводные камни такой модели. Поэтому, собственно, предлагаю переходить уже непосредственно к основным моментам, которые касаются особого положения индивидуального предпринимателя. И мы, наверное, начнем с того, чем индивидуальный предприниматель отличается от общества с ограниченной ответственностью. Мы на курсе разбираем обычно более детально, собственно, такую сравнительную характеристику проводим, но сегодня мы кратко разберем основные отличия ИП от ООО. Опять же, еще раз повторюсь, ИП и ООО – это у нас, по сути, две самых распространенных модели на сегодняшний день ведения бизнеса. Есть, конечно, у нас еще такие вещи, такие, вернее, организации, как акционерное общество, есть и унитарные предприятия, где собственником выступает, как правило, орган какой-то государственной власти. Но об этом мы сегодня говорить не будем, поэтому сосредоточимся на ИП и на ООО. Первое, что можно сказать по части сравнения этих двух форм. Конечно, индивидуальный предприниматель – это форма наиболее упрощенная. Во-первых, ИП проще зарегистрировать, ИП проще вести в бухгалтерию и налогообложение. В отличие от ООО, ИП в обязательном порядке должны вести бухгалтерский учет. ИП в то же время освобожден от бухгалтерского учета, то есть он может его вести, если ему хочется его вести, или если он считает, что ему в силу специфики его деятельности бухгалтерский учет необходим. Но это не обязательно. ООО, опять же, вынуждено по закону в обязательном порядке вести бухгалтерский учет. По части налогов. ИП имеет, скажем так, пониженную налоговую нагрузку. В частности, вот как у нас здесь на сайте указано, у него нет дополнительного налога 13%. То есть это тот налог, который платят просто физические лица, если, например, они получают какую-то прибыль, то они с нее платят 13%. У ИП дополнительного налога с его деятельности 13% нет. Кроме того, в отличие от ООО, ИП может выбрать такую систему налогообложения, как патентная система. Мы до нее сегодня еще дойдем, пока не будем детально на ней останавливаться, но коротко скажем, что это достаточно удобный режим, который облегчает вообще, в принципе, документальную работу и работу со всевозможной отчетностью. То есть достаточно просто один раз заплатить общий такой вот взнос патентный и спокойно работать определенное время, но в зависимости от того, на какой срок мы проплатили патент. Там это можно сделать за полгода, например, можно сделать сразу за год. То есть эта система достаточно удобная, то есть не нужно, во-первых, сдавать какие-то декларации регулярно, отчитываться регулярно, что-то высчитывать, то есть заплатили и работаем спокойно. У ООО нет такой возможности, УОО на патенте в принципе не существует, они могут существовать на упрощенной системе налогообложения, на общей системе налогообложения, иногда на ЕНВД, но на патенте не могут. То есть УОО такой возможности нет, УИП есть, то есть тоже такой вот плюс. Ну, далее подробно еще рассмотрим, что такое патент. Что касается штрафов и всевозможных санкций за всяческие нарушения, ну, здесь тоже преимущественно стороне ИП, потому как если мы откроем кодекс об административных правонарушениях, то, конечно, как правило, статьи, они подразделяются. То есть есть штраф на юридическое лицо, есть штраф на индивидуального предпринимателя. И штрафы на ИП, конечно, они ниже, а иногда и значительно ниже, чем штраф на организации. Поэтому в этом плане ИП тоже повезло больше. То есть если его оштрафуют, то не на такую большую сумму, как могут оштрафовать УОО. Далее, насчет проще открывать и закрывать, вот здесь тоже у нас на слайде указано, тоже действительно так. УОО для того, чтобы, в принципе, открыть эту организацию, необходимо собрать гораздо больше документов, нежели для того, чтобы открыть ИП. По сути, как мы открываем ИП, мы еще тоже до этого дойдем, по части регистрации. Но если коротко, то мы просто заполняем заявление об открытии ИП, при этом не подтверждаем ни нашу там финансовую благонадежность и состоятельность. Мы можем даже счет при этом коммерческий не иметь, но попросту обратившись к налоговую службу с этим заявлением, нам абсолютно спокойно зарегистрировать ИП без каких-либо проблем. То есть, в принципе, ИП открыть очень просто, так же просто его и закрыть. Однако не стоит пребывать в иллюзии, что если, скажем, мы открыли ИП, набрали кучу долгов и закрыли ИП, то долги с нас таким образом сами автоматически спишутся, и никто уже ничего не спросит. Конечно, после закрытия ИП ответственным лицом все равно мы остаемся, то есть мы все-таки продолжаем существовать как физическое лицо, и все эти долги, которые ИП за время своей деятельности набрало, придется так или иначе вернуть, даже если мы ИП закрыли. По части отчетности, ну мы тоже так уже сказали, в принципе, то, что отчетности, в принципе, меньше у ИП, чем у ООО, особенно если речь идет о работе на патенте, но даже если ИП работает на упрощенке и сдает декларацию по упрощенной системе налогообложения, у него меньше отчетности в том плане, что если, скажем, у него нет наемных работников, то он не сдает всевозможные отчеты по страховым взносам, то есть по пенсионке и так далее. ООО, в частности, они, организации, они должны сдавать в любом случае, потому как ООО, как правило, существует, ну, хотя бы один работник там есть, то есть генеральный директор, да, соответственно, есть работник, есть и обязанность сдавать все эти отчеты. У ИП, если у него наемных работников нет, если он работает один, в достаточно распространенной ситуации, то он никаких отчетов не сдает, то есть, соответственно, не взаимодействует по этой части ни с Федеральной налоговой службой, ни с ФСС, ну, то есть тоже достаточно удобно. Теперь к ООО, то есть что мы еще не сказали, ну, вот то, что здесь указано насчет того, что ООО считается солиднее, ну, в принципе, да, потому как, если, скажем, мы берем кредит на развитие бизнеса, то чаще всего банки более благосклонно смотрят на организации, чем на ИП, и, соответственно, сумму кредита одобряют больше организациям, чем ИП, ну, в смысле, саму сумму, то есть дают больше денег ООО, чем ИП. Но это, конечно, не всегда так, это зависит и от банка, и от того, насколько долго ИП, в принципе, на рынке, то есть насколько долго он работает как индивидуальный предприниматель, то есть, может быть, это такой ИП, который уже очень много лет работает, и у него есть уже и клиентская база, большая, и репутация заработанная за многие годы, ну, и, соответственно, ему, наверное, будет попроще взаимодействовать с банками, но, как правило, все-таки, если речь идет о коммерческой деятельности, то организации кажутся предпринимателям, ну, скажем так, более престижными, то есть считается, что с ними более безопасно сотрудничать, чем с ИП. По части того, что ООО может поделить бизнес, ну, это, естественно, так. Если мы говорим, скажем, в отношении ИП продать бизнес, то здесь не совсем такая вот точная формулировка, потому как, по сути, ИП не может продать бизнес, потому как у ИП есть некий такой вот имущественный комплекс того, что он, собственно, наработал за время своей деятельности, но как такового бизнеса нет, потому как отсутствует зарегистрированное юридическое лицо. То есть если ИП что-то продает, он продает просто комплекс прав, комплекс имущества, ну, и, соответственно, передает по купле-продаже другому лицу. Я возьму пример, который мне близок, потому что у меня в свое время была маленькая кофейня, и я ее тоже как бы продала, но поскольку я индивидуальный предприниматель, а не организация, то, соответственно, как продажи бизнеса это невозможно было оформить. И вот, собственно, мы заключали договор купли-продажи, где просто перечисляли все активы, то есть, ну, грубо говоря, кофемашина, там, мебель всевозможная, там, техника, видеорегистратор, то есть все, что там было, вот, плюс... Торговое обновление? Входит в свой клиент отель? Оно может входить, но вот в моем случае его просто не было. То есть у меня, ну, просто ИП защипено, собственно, и без там каких-то... То есть я не регистрировала в Роспатенте какие-то фирменные номинования, поэтому я, соответственно, не передавала права на них. Вот, но я передала права на заключение договора аренды вот с моим арендодателем, который на тот момент у меня был. Ну, соответственно, когда новый человек все приобрел, он просто перезаключил договор аренды с тем арендодателем, который мне предоставлял помещение. Ну, то есть, по сути, это не продажи бизнес, это просто продажи активов. В случае с ООО, конечно, можно продать бизнес, потому что есть конкретное юридическое лицо, и через продажу доли, например, если мы продаем 100% долю участия в ООО, мы по сути продаем бизнес. Если мы продаем 50% в ООО, мы продаем часть бизнеса. Таким образом, если учредитель ООО-2, А1, продал свою долю другому лицу, то таким образом у нас произошла смена учредителей, и вместо Иванова и Петрова владельцами ООО стали, например, Иванов и Сидоров. То есть такая вещь, как продажа бизнеса, сама по себе эта конструкция, она применима юридически только к организации, к ООО. Далее, что здесь еще можно сказать? Ну вот по части ответственности тоже можно упомянуть еще раз, что ИП отвечает по своим обязательствам даже тогда, когда он закрывает свое ИП. ООО, по сути, когда прекращает свою деятельность, вся ответственность с него как бы опадает. То есть он перестает отвечать по своим обязательствам, потому как сама по себе процедура ликвидации ООО, она включает в себя в том числе и расчеты со всеми кредиторами. Ну то есть предполагается, что по окончанию ликвидации ООО уже рассчитался со всеми своими кредиторами, и, соответственно, если кому-то, грубо говоря, что-то не досталось, но это просто по причине того, что уже нет имущества, за счет которого можно удовлетворять требования кредиторов. Личным имуществом учредители по общему правилу не отвечают. Более того, у нас, наверное, вы слышали, что уставной капитал у нас минимально установлен 10 тысяч рублей. И очень часто организации, собственно, именно так, вернее, учредители при регистрации организации, они и указывают 10 тысяч рублей, чтобы, соответственно, много не потерять в случае, если бизнес не пойдет. Ну и сами понимаете, что 10 тысяч рублей, в принципе, это такая сумма совершенно несерьезная. Поэтому в этом плане, конечно, у ИП больше ответственности, потому как он отвечает и после закрытия ИП по всем своим обязательствам, а ООО, по сути, отвечает только пока действует и только в пределах установки капитала. Кто успел встать в реестр кредиторов, на кого хватило имущества, чтобы с ними рассчитаться, тому, скажем так, повезло. Кто не успел, кто оказался там где-то в конце очереди. Ну, соответственно, как только имущество, из которого можно удовлетворять требования кредиторов, заканчивается, так, соответственно, кредиторам ничего больше и не остается. То есть, потребовать что-то от самих участников уже будет невозможно. Но это вот такая вот небольшая сравнительная характеристика. Опять же, мы на самом курсе более так глубоко это все разбираем. И не только это не все, что отличает ИП от ООО. Давайте перейдем к, если нет вопросов по той табличке, перейдем к вопросу регистрации. Здесь у нас, в принципе, все достаточно просто. Я уже так обмолвилась, что ИП у нас регистрируется быстро и легко. Ну, мы, естественно, будем отталкиваться от Москвы, поскольку мы находимся в Москве. В Москве у нас ИП регистрируется в ИФНС номер 46. Может, кто-то там бывал. Это такой целый, можно сказать, налоговый город. Город в городе. Там очень много корпусов. И вот, в частности, для того, чтобы зарегистрироваться как ИП, необходимо доехать до налоговой службы номер 46 и подать соответствующее заявление. Это можно, конечно, сделать в настоящий момент и электронно. Тоже есть такая возможность. То есть через МФЦ подать. Госуслуги – это именно электронный формат, а МФЦ – это просто такой дистанционный формат. Но он просто более долгий будет по времени, потому как пока документы дойдут до налогового, то есть больше времени придется подождать. А через госуслуги при наличии ЭЦП. То есть в противном случае просто не получится отправить документы. А ЭЦП тоже просто для сведений. Она у нас не бесплатная. То есть ее нужно будет заказывать и платить за нее. Но ориентировочно 6-8 тысяч рублей сейчас стоит ЭЦП. Это электронная цифровая подпись. Прошу прощения, что не пояснила. ЭЦП – это электронная цифровая подпись. То есть когда мы что-то через госуслуги делаем, как правило, там везде нужно иметь ЭЦП. Так, ну возвращаемся, собственно, дальше к регистрации. Вот сейчас мы видим на слайдике адрес ФНС, походный проезд, мы владеем 3, строение 2. Вот опять же в качестве, вот так вот это все выглядит. Вот такая маленькая фотография. И в качестве рекомендации, если кто-то туда поедет, как правило, там очень сложно где-то припарковаться, потому как место популярное, и машин там очень много. И плюс еще работают эвакуаторы. Поэтому кто на своих машинах осторожнее. А вообще, в принципе, кто на своем транспорте тоже, вернее, на общественном транспорте тоже достаточно проблематично, потому как от метро далековато, а общественный транспорт ходит, ну так, то придет, то придет, то не придет. И приходится иногда долго ждать. Но это такая вот лирика. Дальше, то есть мы приехали в 46-ю налоговую, соответственно, что нам нужно сделать? Нам необходимо заполнить заявление по форме номер 21001. То есть это заявление об открытии индивидуального предпринимателя, то есть о регистрации индивидуального предпринимателя. Бланк можно либо скачать на сайте ФНС, либо получить прямо там, то есть в самой налоговой службе. И заполнить, кстати, тоже можно там с помощью консультантов. То есть если какие-то есть проблемы в заполнении, то там есть стоечка консультантов, которые на вот такого рода вопросы отвечают совершенно бесплатно. Но на самом деле само по себе вот это заявление, оно никаких сложностей в заполнении не представляет. То есть там мы просто указываем наши данные, то есть, собственно, как нас зовут, где мы зарегистрированы, и какую деятельность планируют ввести. То есть, в принципе, там минимум каких-то сложностей, поэтому я думаю, что любой человек вполне может самостоятельно справиться с заполнением. Далее, обязательно берем паспорт и ксерокопию паспорта. Ну, ксерокопию, в принципе, делают там, то есть можно просто захватить паспорт, но на всякий случай не лишним будут сделать заранее ксерокопию, потому что мало ли, может, там какие-то технические будут неполадки. В общем, лучше захватить. И страницы со сведениями, прошу прощения, свидетельства о регистрации ИНН, о присвоении ИНН. Оно тоже будет необходимо. Хотя, если его забыть, это тоже небольшая проблема, потому как ИНН они там пробивают по своим данным, то есть по компьютеру. И, то есть, если с собой не взять ИНН, это не основание для отказа в приеме документов. Ну, просто на всякий случай нужно взять, чтобы потом там уместим не искать. А ИНН, это на физическое лицо еще не на предпринимательство? Да, ИНН, оно и будет. То есть, то ИНН, которое вам присвоено как физику, оно у вас будет как и УИП, то есть оно просто не меняется. Нет, такое же остается. Далее, мы платим госпошлину. На сегодняшний момент у нас составляет 800 рублей, то есть достаточно небольшая госпошлина. Можно прямо там оплатить через терминал. Можно заранее через отделение банка. То есть, это уже как удобно. Терминал, насколько я помню, берет определенную комиссию. Но врать не буду, просто не помню конкретно какую. Но просто, опять же, для сведений. И такой тоже технический момент, поскольку, как я уже сказала, санапси налоговой, она очень большая, там много корпусов. Чтобы не запутаться, нужно сразу для регистрации идти в зал номер 2, где, собственно, проходит именно регистрация индивидуальных предпринимателей. И также, вот о чем я говорила, у нас находится, у них находится стойка консультантов, и они бесплатно консультируют по различным вопросам. Чаще всего возникают вопросы по АКВЭДам. То есть АКВЭД – это у нас основные коды ведения экономической деятельности, видов экономической деятельности. И иногда у начинающих предпринимателей возникают сложности в выборе этих кодов, потому как у нас есть очень большой такой классификат, такой толстенький документ с кучей кодов. Там это все делится на сферы деятельности, там общественное питание, там рекламные услуги, услуги связи и так далее. И, соответственно, нужно выбрать из каждого этого подраздела тот код той деятельности, которую мы планируем вести. Ну и иногда просто непонятно, что в реальности отвечает наша деятельность, а что нет, то есть можно запутаться. Ну и, соответственно, если мы до конца не можем сами разобраться в этом классификаторе, опять же, нужно подойти просто к стойке консультантов, и они бесплатно сами подберут какие коды. То есть просто нужно описать, что за деятельность планируется к введению. То есть здесь тоже не должно быть больших проблем. Ну и, собственно, после того, как мы заполнили заявление, оплатили государственную пошлину, взяли ксерокопию паспорта с свидетельством ИНН, то есть подали все эти документы. С этого момента, если с документами все в порядке, если госпошлина оплачена, остается только подождать, пока ИП будет зарегистрировано. И, собственно, с этого момента мы уже существуем, по сути, как недоименедельный предприниматель. То есть мы можем уже вести абсолютно с чистой совестью предпринимательскую деятельность, как ИП. Поэтому на сегодняшний день, сейчас скажу, в течение пяти дней, по-моему, нас регистрируют. То есть если ничего не поменялось, то есть пять дней, и, соответственно, регистрация уже должна быть отображена. В реестре можно себя найти в ЕГРО ИП, то есть на налоговой, на сайте налоговой, то есть зайти на сайт, и там есть такая страничка, которая посвящена именно поиску данных о юридических лицах и о ИП. И можно эти данные скачать в формате PDF. То есть достаточно удобно. Поэтому, как мы видим, система простая, и ничего не нужно подтверждать, то есть, опять же, никаких дополнительных банковских документов, то есть как мы несем банк, когда кредит, например, берем, то, что мы работаем, то, что мы зарабатываем определенные деньги. То есть это все не нужно нам доказывать. Поэтому стать ИП довольно-таки просто. Гораздо сложнее удержаться, как ИП, и в дальнейшем не прогореть, что называется. Поэтому переходим как раз-таки к нагрузке, скажем так, как ИП, в том числе и налоговый, который он несет, будучи предпринимателем. Налоги. С чего начнем? Ну, наверное, с того, что ИП, как и любой субъект предпринимательской деятельности, вообще, в принципе, должен, конечно, платить налоги. Но сколько он заплатит налогов, зависит от того, в каком режиме он работает. То есть какую систему налогообложения он избрал. Мы уже выяснили, да, то, что ИП однозначно не платит те 13%, которые платит физик, то есть это вот такой плюс. Но он платит свои налоги, то есть абсолютно без налогов, конечно, он существовать не может, к сожалению. Поэтому давайте сейчас так разделим вообще все платежи, которые так или иначе ИП должен перечислять в бюджет. То есть мы будем тут не только, получается, о налогах говорить, но и вообще в целом, то есть и о взносах страховых в том числе. Итак, первое. Фиксированные платежи во внебюджетные фонды за себя. То есть это то, что он платит в плане как раз-таки страховых взносов за самого себя. То есть это у нас пенсионное страхование, медицинское страхование, травматизм, соцстрах. Но не все из этих платежей ИП должен платить за себя в обязательном порядке. Мы до этого еще тоже дойдем, а пока просто перечислим. Значит, первое. Фиксированные платежи за себя. Далее то же самое, но с работников, то есть платежи во внебюджетные фонды страховые взносы за работников. Далее. Налоги с заработной платы работников тоже сюда же относятся. То есть это как раз-таки те самые 13% НДФЛ, которые мы удерживаем. Мы должны по закону удерживать заработную плату работников, потому как мы выступаем для работников налоговым агентом. Поэтому мы должны удерживать. Далее. Налоги в зависимости от выборной системы налогообложения. Мы об этом тоже сказали. У ИП это, как правило, упрощенка, либо патент. Иногда, если ИП очень такой продвинутый и очень долго работает, и у него крутые обороты, то он существует на общей системе налогообложения. Но это самая такая грабительская система, которая предполагает все возможные налоги, то есть и НДС, и налог на прибыль, то есть просто все, 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 что у нас только есть в нашей налоговой системе в плане обложения налогов. Поэтому ОСН мы на нашем курсе практически не рассматриваем, потому что у нас курс ориентирован на начало предпринимательства. Как правило, когда лицо только начинает работать, он либо с упрощенки начинает, потому что это такой облегченный налоговый режим, либо если он ИП, то он работает, также может работать на патенте. Поэтому, опять же, ОСН не рассматриваем, но в зависимости от того, упрощенка у предпринимателя или патента, он тоже будет, конечно, разную сумму платить, об этом тоже сейчас поговорим еще. Ну и последнее, дополнительные налоги и платежи в зависимости от вида деятельности. Ну, ради примера, скажем, если ИП находится на упрощенной системе налогообложения и занимается торговой деятельностью, то с некоторых пор по Москве, Севастополю и Санкт-Петербургу такой ИП обязан будет платить торговый сбор. То есть это вот такое неприятное нововведение, которое появилось относительно недавно у нас. ИП на патенте освобождены от уплаты торгового сбора, но остальные должны его платить, если занимаются именно торговой деятельностью. Если это какая-то другая деятельность, то торговый сбор не предусмотрен. Вот более подробно о том, какие виды деятельности у нас подразумевают дополнительную налоговую нагрузку, опять же, мы рассматриваем уже на нашем полном курсе. Вот это вот коротко, то есть что платит ИП за себя и за других. И теперь конкретно по взносам. По взносам сработников. То есть если у нас имеется хотя бы один сотрудник, который работает у нас по трудовому договору, что мы за него в обязательном порядке должны платить. Первое – пенсионку, то есть взнос на пенсионное страхование. Далее – на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности в связи с материнством, то есть соцстрах. Медицинское страхование и последнее – на страхование по травматизму и профессиональным заболеваниям. Тоже взносы перечисляем. То есть это вот четыре категории, которые в обязательном порядке должны учитываться каждым ИП, который имеет хотя бы одного наемного сотрудника. То есть это то, на что претендует каждый человек, работающий по трудовому договору. Все вот эти четыре момента нужно учитывать и по этим направлениям нужно платить страховой взнос. Если у нас наемных сотрудников, вернее, если они у нас есть, но они работают не по трудовому договору, а по гражданско-правовому договору, то тут у нас ситуация несколько меняется. И мы платим, скажем так, усеченные страховые взносы, которые включают в себя пенсионное страхование, медицинское страхование. страхование по травматизму и профессиональным заболеваниям. Ой, вы знаете, к сожалению, у нас неправильный здесь слайд, почему-то. Смотрите, в общем, социальное страхование на случай нетрудоспособности с материнством у нас... Хотя... Стоп. А, нет, все правильно. Все, прошу прощения, я думала, здесь перепутано. Все правильно. Значит, травматизм платится только в том случае, если у нас в договоре это оговорено отдельно. Я просто неправильно прочитала, и подумала, что у нас местами социальное страхование, травматизм перепутанное. А социальное страхование не платится вообще, то есть не нужно платить за тех работников, которые у нас наняты по договорам гражданского правового характера. Поэтому, ну, как правило, при заключении договора гражданского правового характера, то есть, например, договор подряда или договор возмездного оказания услуг, в договоре в том числе не прописываются и взносы по травматизму, поэтому, соответственно, остаются только пенсионные взносы и медицинские взносы. Здесь все так же как в ООО получается, да? Ну, по взносам, да. То есть, если у нанятого человека по гражданскому правовому договору, то он тоже платит, получается, обязательно. Если не оплачивается, а больничный не оплачивается. Да, больничный не оплачивается. Вот. И, соответственно, в этом плане, конечно, полегче работать именно с договорами гражданского правового характера, но их тоже нужно с умом заключать, то есть, чтобы не маскировать ими фактически трудовые отношения. Вот. Это пока вот с работниками, да, вот мы разбираемся. Если же, например, у ИП вообще нет работников, то полностью от страховых взносов такая ситуация его тоже не избавляет. ИП нужно заплатить в том числе и за себя страховые взносы, но он их платит тоже не все. Вот. Давайте посмотрим на счет 2019 года, поскольку у нас сейчас 2019 год, то есть, сколько ИП у нас за себя должен платить взносов, ну и каких, соответственно, взносов. Платит он, соответственно, взносы медицинское страхование и пенсионное страхование в обязательном порядке. Остальные взносы он, ну, точно так же, если мы вернемся назад, то есть он может платить добровольно, например, на травматизм взносы отчислять, но это не обязательно, то есть он может этого не делать. А социальное страхование ИП сам за себя тоже не платит. Вот. Ну и, соответственно, остается у нас пенсионка и медицина. Вот эта вот цифра, которую мы сейчас видим, это цифра за 2019 год. Как мы видим, в случае с пенсионным страхованием у нас идет также такая накруточка в размере одного процента от суммы превышения дохода, но не менее 234 тысяч 832 рублей. Я сейчас объясню, что, собственно, представляет собой вот это вот правило одного процента. Вот. Переписали, да, вот это? Вот. Теперь правило одного процента. Если у нас УП доход превышает 300 тысяч рублей, то за, соответственно, отчетный период, то в пенсионный фонд, ну, то есть, получается, в налоговую службу, потому как она у нас сейчас является администратором вот этих платежей по страховым взносам, необходимо в том числе, помимо вот тех сумм, которые мы до этого рассмотрели, перечислять один процент с заработанной суммы свыше вот этих вот 300 тысяч рублей. Вот. То есть, соответственно, если за год, вот как вот здесь в примере, человек заработал 700 тысяч рублей, то получается, что у него свыше целых 400 тысяч. Мы, таким образом, нехитрые математические подсчеты проводим, там 700 минус 300. Считаем один процент от получившейся суммы и отдаем это все в пенсионный фонд. Ну, опять же, в ФНС, потому как теперь администратором платежей является Федеральная налоговая служба. Вот. Ну, то есть, получается, что если доход выше 300, то мы платим немного больше, ну, как немного больше, относительно, все относительно, то есть, в зависимости от дохода. То есть, иногда и достаточно, в итоге, большая сумма получается. А вот, скажите, отчетный год с момента регистрации или это календарный год? Получается, у нас идет не с момента регистрации, то есть, получается, хотя, смотрите, если ИП, например, зарегистрирован в... Ну, например, да, например, в апреле. Да, у него, получается, что в следующем году в... Какие у нас, получается, сроки по сдаче отчетности? Короче, я просто, чтобы сейчас не обманывать именно по срокам, у нас вот все вот взносы, которые мы перечисляем за себя, то есть ИП за себя, по сути, это можно делать через год после регистрации. То есть, там есть определенные сроки. Да, получается, то есть, если с апреля, то, соответственно, вот, когда у нас этот... Ну, то есть, апрель, мы считаем, вот, начиная с этого момента, отчетный год. Вот, и, соответственно, если вот за него, то есть, к следующему апрелю ИП заработал там, свыше 300 тысяч рублей, то он платит 1% вот с... той суммы, которая перевалила вот за эти 300 тысяч рублей. Что касается ИП с наемными работниками, ну, мы, в принципе, тоже уже проговорили насчет НДФЛ 13%, то, что приходится удерживать их заработную плату в обязательном порядке, потому как ИП выступает как налоговый агент в данном случае. И ежемесячно платит страховые взносы в небюджетные фонды. Да, вот, с работников он платит именно каждый месяц, то есть, в отличие от самого себя, с работников он должен удерживать страховые взносы каждый месяц и, соответственно, отчитываться тоже регулярно по ним. Вот, пока вот вопросы с взносами. Ну, идем тогда дальше к упрощенной системе налогообложения, то есть, мы тоже о ней немножко уже упомянули, что касается, значит, системы налогообложения, которую может выбрать индивидуальный предприниматель. Одна из таких вариантов – это упрощенка. Тоже такая, ну, скажем так, наиболее, одна из наиболее популярных систем наряду с патентной системой для индивидуальных предпринимателей. Почему популярна? Потому как нагрузка не такая высокая, как в случае с общей системой налогообложения. У нас упрощенка делится на две категории. Есть упрощенка дохода, 6%, соответственно, с доходов. Есть упрощенка дохода минус расходы, 15%. То есть, получается, что в случае с первым вариантом у нас необходимо посчитать, сколько в итоге у нас прибыли нам поступило, и из этой прибыли за отчетный период высчитать 6%, ну, и, соответственно, заплатить бюджет. Ну, сама по себе система достаточно простая. В случае с доходами минус расходы, минус расходы, у нас базой выступает не вся выручка, которая у нас, в принципе, была за отчетный период, а выручка минус те расходы, которые мы понесли за отчетный период. То есть, что за расходы, если говорить о каких-то примерах? Это и расходы, которые мы потратили на какие-то наши материальные, скажем так, издержки. То есть, ну, опять же, возьмем пример с кафе. Расходы, которые мы потратили на то, чтобы закупить стаканчики для кофе. То есть, это все тоже считается расходами, которые вытекают из предпринимательской деятельности. Расходы, связанные, например, с разработкой интернет-сайта нашей организации, ну, то есть, нашего бизнеса. Расходы, связанные с разработкой, кстати, например, с разработкой логотипа тоже. То есть, это вот коммерческие расходы. У нас, на самом деле, ну, более подробно мы о них, опять же, говорим на курсе. То есть, у нас есть в налоговом кодексе норма, которая более четко прописывает, прям вот конкретно, что за расходы. Можно отнести, в данном случае, к тем расходам, которые уменьшают налогооблагаемую базу по упрощенной системе налогообложения. Вот, то есть, вот как, кстати, у нас здесь вот на слайде указано, то есть, к учету могут приниматься только те затраты, которые указаны в закрытом перечне налогового кодекса Российской Федерации. Поэтому, если это какая-то, ну, я не знаю, если, скажем, мы сделали подарок бабушке на юбилей, и понятно, что это не будет считаться расходами, которые связаны с предпринимательской деятельностью. Вот, но в целом система достаточно удобная. Вот давайте как раз-таки пройдемся по преимуществам. Ну, вот здесь вот у нас приведены данные статистики Федеральной налоговой службы за 2018 год. Не знаю насчет статистики за 2019 год. Он, в принципе, у нас еще не кончился, но думаю, что статистика не будет сильно отличаться, если ее сравнивать с прошлым годом. Итак, что касается преимуществ. Во-первых, платится единый налог. То есть, у нас нет НДС, как в общей системе налогообложения, налога на имущество и налога на прибыль. Эти все налоги мы не платим. Платим только налог по упрощенной системе налогообложения. Опять же, в зависимости от того, какой у нас вариант выбран. То есть, либо 6% с доходов, либо 15% с доходов, уменьшенных на расходы. Это первый момент. Далее, отчетность у нас подается раз в год. Если, здесь у нас, правда, еще существуют авансовые платежи, которые мы платим, ну, по сути, каждые 3 месяца. Но это не, собственно, не конечная декларация по упрощенной системе налогообложения. Декларацию, как таковую, мы сдаем только раз в год, не позднее 30 апреля следующего за отчетным периодом года. Ну, то есть, если, скажем, мы в апреле зарегистрировались, то, соответственно, наш отчетный период, он будет уже только в следующем году, за, соответственно, предыдущий год. Ну, и, соответственно, если мы уже зарегистрированы, как ИП, и подаем декларацию, то отчитываться в 2019 году мы будем за 2018 год. Ну, то есть, там, за 2019 год мы будем отчитываться уже в 2020 году, ну, и так далее. Дальше, насчет по поводу выбора объекта налогообложения, он у нас выбирается исключительно самостоятельно, то есть нам никто не навязывает, в зависимости, скажем, от нашей выручки или от каких-то других критериев, никто не навязывает нам, какую конкретно систему выбирать. Доходы 6% или доходы минус расходы 15%. Поэтому мы все рассчитываем самостоятельно. Естественно, все зависит от вида деятельности, от того, сколько у нас вообще расходов, в принципе. То есть, может быть, мы вообще никаких, ну, если, скажем, ИП работает на дому, что-то, ну, например, там сайты создает, конечно, ему невыгодно выбирать систему доходы минус расходов, потому что у него нет никаких расходов, он ничего не арендует, там работает на своем компьютере. Вот, поэтому здесь достаточно прозрачно, в общем-то. То есть тут, наверное, человек выберет 6%, а не 15%. Но у кого расходов много, возможно, имеет смысл задуматься о втором варианте. Вот. Это что касается таких вот удобных, скажем так, моментов работы на упрощенной системе налогообложения. Конечно, это не все, что можно сказать по упрощенке. У нас просто сегодня такой короткий, да, ликбез. На самом курсе, конечно, мы более подробно говорим о упрощенке и в том числе рассматриваем конкретно подробно затраты, которые можно учитывать в системе дохода минус расходов. Потому как, опять же, не все затраты могут в данном случае нам дойти для уменьшения налога. Вот. Теперь мы, пожалуй, перейдем к второму варианту налогового режима для ИП. Это патент. Еще раз, патентная система налогообложения – это та система, которая предполагает работу только для ИП. То есть организации воспользоваться этой системой не могут. Вот. И что удобно, это то, что никакие декларации дополнительные, никакие документы, отчетности и так далее по патентной системе налогообложения не подаются. То есть мы налог заплатили и все. И работаем ровно столько, сколько мы оплатили для работы на патенте. Ну, то есть достаточно удобно. И тоже мы не платим ни налог на прибыль, ни налог на имущество, ни НДС. Сейчас я предлагаю посмотреть такое коротенькое видео. Я надеюсь, что оно у нас воспроизведется. С информацией как раз-таки по работе с патентом. Громко, да? При ведении бизнеса индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность выбора специальных налоговых режимов, которые упрощают ведение бухгалтерского учета и уплату налогов. Одним из самых простых таких режимов является патентная система налогообложения. Подробности использования этого режима даны в специальном разделе сайта Федеральной налоговой службы России. Применение патентной системы налогообложения возможно для широкого круга видов предпринимательской деятельности. Например, для пошива одежды и обуви, ремонта бытовой техники и мебели, услуг парикмахерских и фотоателье, обучению, ухода за больными и многим другим. Но не всем. Перечень таких видов деятельности регулируется законодательством субъектов Российской Федерации и может отличаться от субъекта к субъекту. Дополнительными ограничениями является требование, чтобы средняя численность наемных работников, привлекаемых индивидуальным предпринимателем, за налоговый период не превышала 15 человек и сумма дохода не превысила 60 миллионов рублей. Главными плюсами патентной системы является освобождение от уплаты налогов на доход, полученный в результате предпринимательской деятельности и на используемое при этом имущество физических лиц, а также освобождение от налога на добавленную стоимость. Вместо них уплачивается 6% от суммы, предполагаемого к получению индивидуальным предпринимателем, годового дохода или другого периода, если патент получен на более короткий срок. Для перехода на патентную систему налогообложения необходимо подать заявление на получение патента в налоговый орган по месту жительства или любой территориальный налоговый орган по месту планируемого осуществления предпринимательской деятельности. Через 5 дней после подачи заявления вам будет выдан патент или уведомление об отказе в выдаче патента в случае, если вы не заполнили все обязательные поля в заявлении, либо ошибочно указали вид деятельности, несоответствующий перечню видов предпринимательской деятельности, в отношении которых на территории субъекта Российской Федерации введена патентная система налогообложения, или указали срок действия патента, не предусмотренный налоговым кодексом. Уплатить налог вы должны в размере полной суммы до срока окончания действия патента, если патент получен на срок до 6 месяцев. Если срок действия патента от 6 месяцев до 1 года, уплата производится двумя платежами. Первый – в размере 1 трети суммы налога в течение 90 календарных дней после начала действия патента. Второй – платеж, оставшуюся сумму налога до окончания действия патента. Для налогового учета вам потребуется только введение книги учета доходов, и при этом нет необходимости подавать налоговую декларацию. На странице раздела вы найдете всю важную информацию по применению патентной системы налогообложения, постановке на учет и снятию с него, образцы заявлений, особенностях регионального законодательства, новости и разъяснения. Изучайте. Это действительно просто. Ну, такая вот небольшая справочная информация по работе с патентом. Ну, в принципе, достаточно подробно, да, изложено и удобно действительно работать с патентом. Но, конечно, тоже не всем, наверное, будет выгодно, потому как… Ну, мы сейчас посмотрим, какие суммы приблизительно можно, вернее, иногда приходится платить за патент, потому что все зависит от того, во-первых, где мы находимся, то есть где у нас точка, во-вторых, от вида деятельности. Ну, то есть сумма может быть достаточно вообще несерьезная и, в том числе, достаточно такая внушительная. Поэтому здесь, конечно, тоже есть свои нюансы. В частности, то есть что еще можно выделить по итогам? То есть что предполагает возможность использовать патент? Во-первых, количество сотрудников, то есть не больше 15 и доход не более 60 миллионов за год. Ну, соответственно, если даже у нас доход не более 60 миллионов, но при этом сотрудников очень много, то это уже нивелирует возможность применения патента. Дальше. Перечень допустимых видов деятельности ограничен. Ну, здесь у нас они не перечисляются. Я могу просто в пример сказать, какие деятельности предполагают патент. Торговля, там всевозможные дома, быта, парикмахерские, там услуги, вот связанные с красотой, там маникюрные кабинеты и так далее, прачечные, автосервисы. Ну, то есть, на самом деле, спектр большой, и для начинающих предпринимателей, я думаю, всегда есть возможность что-то выбрать, потому как действительно достаточно широкое поле той деятельности, на которой распространяется патент. Сдача квартир в аренду? Сдача квартир в аренду? Вы знаете, по-моему, нет. По-моему, она подпадает под патент, если я не ошибаюсь, просто там действительно очень большой перечень, он у нас тоже в налоговый кодекс перечислен. Но, по-моему, бизнес вот связан с арендой, там тоже фигурирует. Ну, там много вариантов. ...собственности, да, то есть, имение... Ну, да, да, просто, ну, тут еще может быть не только квартир, там, например, жилые помещения, там как бы не конкретизируется конкретно, что... Далее, по патенту, ну, опять же, плюс в том, что не предусматривает сдача деклараций, а в этом тоже в видео говорилось, то есть, никаких вы заплатили, все. Ну, и, соответственно, страховые взносы мы, конечно, платим в любом случае, от них нас никто не избавил, но зато минимум деклараций, вернее, вообще никаких деклараций, минимум отчетности, то есть, в этом плане поудобнее. Срок ограничен от одного месяца до года, соответственно, если у нас год прошел, это значит, что нам нужно переоформить патент. То есть, это не значит, что мы можем только год вообще за всю свою жизнь использовать патент, просто его необходимо каждый год переоформлять. То есть, максимальный срок за раз – это, собственно, один год. И в случае, если у нас патент получен на срок от полугода до года, то его можно проплатить частями, то есть, не обязательно сразу вносить, можно разделить. Вот как у нас здесь указано, в размере 1,3 суммы, не позднее 90 календарных дней после начала действия патента, и в размере 2,3 не позднее срока окончания действия патента. То есть, вот так мы делим, и таким образом мы облегчаем себе, опять же, налоговую нагрузку. По сути, оплата патента – это и есть патент. Вот, я хотела еще показать, сделать ссылку на сайт департамента социальной политики, что ли сейчас, я, к сожалению, не помню. Я просто не уверена, что у нас это есть на слайде, честно говоря. Ну, ладно, дойдем. Если мы дойдем, тогда я покажу, пока не будем тогда сбегать вперед. Значит, по ИП. Значит, подытожим, да, то, что мы уже сказали. То, что регистрация-то у нас проходит в 46-й налоговую упрощенную порядку через подачу уведомления. Да, еще такая маленькая ремарка. Я сказала, в течение пяти, да, по-моему, пяти дней. Пять дней у нас было несколько лет назад. Сейчас уменьшили до трех дней. Вот, поэтому, то есть, еще быстрее, да, это делается. Вот так. Прошу прощения информации, я немножко еще в прошлом живу. Ну, то есть, было пять, сейчас уже три, три, да, дня. Дальше, по страховым взносам платят ИП как за самого себя, так и за своих работников. Но здесь уже будет зависеть от того, какой договор с работниками. То есть, если это гражданский проводит, он платит в обязательном порядке только медицину и только пенсионку. Если трудовой, то платит весь спектр и соцстрах, и пенсионку, и медицину, и травматизм. Вот, за себя только пенсионку и только медицину. Вот, надо запомнить, чтобы не перепутать тому, как... Ну, опять же, штрафы, да. Если не сдать вовремя, не заплатить и так далее. И в отличие от, как бы, облегчения налоговой нагрузки в некоторых случаях, ИП у нас никогда полностью от страховых взносов не избавлен. То есть, даже если он на патенте работает, все равно он страховые взносы обязан платить в любом случае. Если нет работников, то за самого себя, значит. Дальше, в зависимости от выбранного режима, у ИП может быть налоговая нагрузка, да, о чем мы тоже говорили, в частности, если у него упрощенная система налогообложения, то он платит, по сути, только налог по ОСН, да, и больше ничего. Если у него патент, то он оплачивает патент и тоже больше ничего не платит. То есть, у ИП, в отличие от, например, тех предпринимателей и организаций, которые работают на общей системе налоговложения, есть возможность избежать НДС, избежать налога на прибыль, налога на имущество, и плюс еще он 13% НДФЛ за физическое ресурсо за себя не платит, в данном случае, когда он зарегистрирован как ИП. И тоже вот еще один плюс, то, что ИП не отчитывается о своих расходах и не ведет в обязательном порядке бухгалтерского учета. То есть, он его может вести, он может передать его на аутсорсинг, может там заключить договор с какой-нибудь сторонней организацией, которая будет вести бухгалтерию, но это не обязательно. То есть, ИП может вообще никаким образом к бухгалтерским вопросам вообще не подходить. То есть, ему не нужно заниматься бухгалтерией, в отличие от, опять же, ООО. Хотя, кстати, тоже, опять же, в качестве ремарки, ИП должен вести книгу учета доходов и расходов, так же, как и ООО. То есть, вообще, на самом деле, по практике, ну, редко, когда за это наказывают, тем более, когда за это серьезно наказывают. Но иногда могут придраться, могут там предписание какое-то оставить. Ну, то есть, для того, чтобы все было чисто, юридически грамотно, книга доходов и расходов ООО в том числе должна быть. И тоже последний момент, насчет патента системы налоговложения уже сказали, только для ИП. То есть, для организации патента не существует, только для индивидуальных предпринимателей. Вот. И, собственно, не зря я говорила насчет калькулятора, который я хотела найти. Я думала, что у нас его нет, но он у нас есть. Вот. И сейчас мы для примера залезем на сайт. Я просто хочу показать, то есть, как может видоизменяться стоимость патента в зависимости от местонахождения организации, в зависимости от того, что она, собственно, делает, то есть, какой деятельностью она занимается. Это у нас официальный сайт мэра Москвы. Департамент экономической политики и развития города Москвы. Не социальной политики, а экономической политики. Вот, собственно, вот так вот выглядит Департамент экономической политики и развития города Москвы сайт. И здесь мы можем рассчитать стоимость патента. У нас есть, видите, 80 видов деятельности, которые предполагают использование патента. Но надо начать со сферы деятельности. То есть, что у нас... Вот, кстати. Давайте посмотрим по жилой и нежилой недвижимости. Вид деятельности. То есть, сферу выбрали. И вид деятельности у нас здесь сдача жилых помещений и нежилых. Да, мы выбираем жилых. Вот, но срок мы можем от месяца до года указать. То есть, сколько мы... Давайте сразу год, что ли, посмотрим. Да, конечно. Вот, и округ. Какой выбираем? Давайте Львау, Данской районной. Ага. Мощный объект, Данской районной. А, да, да, ага. Мощь до 50. До 50. Ну, вот, собственно, смотрим. Вот, ну, как мы видим, в принципе, достаточно, мне кажется... Вот, если мы точно такой же посмотрим, например, по центральному округу, там, конечно, будут уже значительно другие суммы. Ну, давайте просто для сравнения. Ну, зачем мы меня выкинули? Так, значит, все то же самое, да, только по центральному. Сдача. Хотя, может быть, и небольшая разница. Ну, разница должна быть. Хоть какая-то, но должна быть. Давайте Екиманку. Данской Екиманка, они прямо вот так вот находятся. Ага. А, ну тогда да, тогда получается, что это практически центр, если с Екиманкой. Мы в прошлый раз смотрели Арбат, правда, не по сдаче в аренду. Ага. А улица в улицу, вот, я хотела, как раз вот сравнить. Ага. Ага. Ну, больше, но не намного больше. Да, на самом деле не намного. Да. Ну, вот просто как вариант, да, на самом деле суммы могут быть совершенно разные. То есть, если мы, в частности, посмотрим вот что-нибудь по Арбату, вот, например... Да, давайте. Ну, я не знаю, так, может быть, как для разнообразия что-нибудь другое выбрать, там, я не знаю. Не-не-не, давайте как раз вот интересно... Да? Ну, хорошо, давайте. Значит, Сава и Арбат. Потому что Арбат, насколько я вот изучала вот этот сайт, он самый дорогой вообще вот по всем, да, направлениям. А, ну, видите, ну, хотя если он рядом с Екиманкой, то там... Хотя нет, он не рядом с Екиманкой. Абат не Екиман. Да, он не рядом. Это он недалеко от Хамовников, но тоже не особо близко. Ну, короче, все равно. Нет, Донской очень популярный, очень престижный район, поэтому 18 – это год, правильно? Да, да, то есть это вот за год мы смотрели. Соответственно, если мы будем смотреть там, например, за полгода, то еще меньше будет, да. Ну, короче, совершенно такой неощутимый, я бы даже сказала, налог в данном случае. Ну, то есть в любом случае, если нужно там еще что-то посмотреть, то вот этот сайт, он достаточно удобный. Здесь можно просто моментально узнать, что какую конкретную сумму нам необходимо будет заплатить вот за патент. Это у нас, еще раз, сайт Департамента экономической политики и развития города Москвы. А надо было еще посмотреть, какой имелись Бирюлева. Ну, давайте посмотрим. Да, давайте, раз мы не нашли еще. Да. А Бирюлева – это Юала. Ну, вот западная. Западная, да. Тоже 18. Ну, тут как-то все, видите, идентично. Значит, от округа зависит, даже не от района. Хотя, конечно, разница в цене квартир после 18. Ну, даже я не знаю. Очень, да. Давайте какое-нибудь прям дальнее, зяблик. Тоже 18. Значит, от округа. Ну, в большей степени, видимо, да, от округа. Ну, хотя мне кажется, что вот в том же центральном, наверное, от района тоже. Конечно, конечно. А давайте Юбао. Угу. Это Юбао. Да, я только хотела сказать, это у нас вроде бы Восток. Да, Юбао. Ну, вот выхил на жеребе. Ну, да. Все 18. Ну, то есть, наверное, какой-то минимум, да? Ну, может быть. Ну, конечно, у нас законодательный минимум нигде не установлен так вот, но, видимо, просто есть какой-то вот общий там, ну, с таких вот чисто экономических позиций подход. То есть, меньше не надо и больше, ну, не цельсообразно. Ну, для выхиля, наверное, не цельсообразно. Ну, видите. Ну, если мы выберем там ту же торговлю, то там уже, наверное, будет достаточно такой уже более серьезный разброс. Да, потому что мы там прибыль имеем раз в месяц аренды, да, ну, практически каждый день. Да, Юбич? Да. Ну, вот что, я вот не могу никак вспомнить, что мы в прошлый раз смотрели по Арбату. Пусть будет торговля. Торговля, наверное, да. Там же... Пусть будет... Ну, пусть будет маленький какой-нибудь магазинчик. Да, да. Тоже возьмем 12 месяцев. Центральный. Район Арбат, да. Ну, вот ощутимо. Да, да. Вот, поэтому, то есть, все, конечно, зависит от многих факторов. Факторов, да. То есть, количество месяцев, района и сам вид деятельности. Да, да, и вид тоже. Вот, но, опять же, нужно смотреть, сравнивать. Вот, может быть, кому-то и неудобно будет с патентом работать, может быть, кому-то и с упрощенкой будет лучше. Вот, ну, по сути, мы так вот тезисно разобрали пока, да, вот на... Что касается таких вот общих постулатов работы индивидуального предпринимателя, вот, естественно, это не все, да, что можно сказать, потому как... Потому как вопрос, конечно, более масштабный, он предполагает множество дополнительных вопросов, там, и по организации работы кассы, там, и по выбору системы налоговложения, можно гораздо больше сказать, чем мы сегодня успели. Вот, но это вот все, что мы разбираем уже на самом курсе. Вот, пока вот на сегодняшний момент есть какие-то еще вопросы? Да, на самом деле, а касса, касса должна быть обязательна. Например, опять же, вот тезисля ориента, касса предполагается? Касса сейчас, по-моему, все... Да, 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 сейчас у нас касса в обязательном порядке будет введена для всех. Сейчас у нас пока еще такой переходный период трился, но с июня текущего года она будет распространена, в общем-то, на всех предпринимателей, за исключением, есть там некоторые счастливчики, которые не подпали, там, например, кто, знаете, на бахчевых развалах торгует, там, а не им не нужна будет касса. И если есть организации, которые исключительно взаимодействуют с контрагентами, кто, ну, то есть не с розничными, там, клиентами, да, а с контрагентами, кто работает дистанционно, то есть перечисляет денежные средства, не, как бы, контактирует, то есть, ну, лично, скажем так. То есть вот для таких организаций есть возможность продолжать вести дистанционные расчеты без использования кассового аппарата. Вот мне кажется, как раз арендовать, если... Ну, возможно, да. Потому что, например, если это молодая семья, они не ИП, не ООО, никто, да, то есть я им сдаю квартиру, то, соответственно, оплата должна быть без кассы, ну, по логике, а там, не знаю, что будет. Ну, если речь идет о сдаче не, как бы, коммерческому, скажем так... Нет, нет, то есть вот, ну, семья обладает. Ну, вот тут уже спорно, я бы сказала, что, скорее всего, здесь вы будете подпадать уже под закон, в том числе и о защите прав потребителей, потому как, опять же, молодая семья, это просто... Ну, то есть это группа физических лиц, да, то есть это не... Ну, это просто какой-то степочный студент. Ну, да, то есть это, получается, как бы, скажем так, розничный клиент, который выступает не как коммерческое лицо, а просто как физическое, да, и поэтому вот как раз-таки здесь уже, скорее всего, будет необходимость иметь кассовый аппарат, чтобы им выдать чек. Ну, то есть у нас минимально, то есть осталось вот тех лиц, которые имеют право без кассы, вернее, которые будут иметь право работать без кассы. Ну, и вообще, вот, что касается всего предпринимательства в целом, сейчас, конечно, у нас ужесточается просто со всех сторон. Вообще, это сфера бизнеса, там, и со стороны кассовой дисциплины, там, и по налогам, и взносам. И санк-заникой тоже, кстати, не считают. Да, да, да. Куда 29-го года, да, срок, и всего три территориальные длиницы, да, которые участвуют в этом эксперименте, тем не менее, их тоже нельзя пересчитать. Ну, да, это тоже, конечно, такая еще система, она, с одной стороны, настолько не проработана. Да. То есть там все вообще по-добромоду, здесь хотя бы надо зарегистрироваться. Ну, там тоже надо зарегистрироваться, но там еще меньше документов. Там, по-моему, знаете, 4 и 6. 6, если с предпринимательскими лицами, то есть если с коммерческими лицами, там, с предпринимателями или с организациями, а 4, если с физиками работаешь. По-моему, так, если я правильно помню. То есть вроде бы минимальное налоговое вложение, но в любом случае вы себя уже показали, а у вас уже подалочку поставили, и все. По окончанию курса у нас будут всем слушателям выданы документы об образовании. Ну и, соответственно, если будут какие-то вопросы, можно писать на этот адрес. по курсу. Ну, это моя корпоративная почта. Вот обычно, если какие-то вопросы после курса остаются, то слушатели обращаются по этому адресу, там что-то пишут. Ну, собственно, если вопросов никаких больше не осталось, то я со всеми прощаюсь. Спасибо за внимание. Всего доброго. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.